Велела ведьма разложить костры высокие, Греть котлы чугунные, точить ножи булатные. Козлёночек проведал, что ему недолго жить, И говорит названному отцу, Перед смертью пусти меня на речку сходить, Водиться и спить. Ну, сходи. Побежал козлёночек на реку, Встал на берегу и желобнёхонько закричал, Алёнушка, сестрица моя, выплыви, выплыви на бережок, Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, Ножи тощат булатные, хотят меня зарезать. Алёнушка из речки ему отвечает, Ах, братец мой Иванушка, Тяжёл камень на дно тянет, Трава ноги спутала, Пески на груди легли. А ведьма ищет козлёночка, Не может найти, И посылает слугу. Пойди, найди козлёнка, Приведи его ко мне. Пошёл слуга на реку, И видит, на берегу бегает козлёночек, И желобнёхонько зовёт. Алёнушка, сестрица моя, Выплыви, выплыви на бережок, Костры горят высокие, Котлы кипят чугунные, Ножи тощат булатные, Хотят меня зарезать. А из реки ему отвечают, Ах, братец мой Иванушка, Тяжёлый камень на дно тянет, Трава ноги спутала, Пески на груди легли. Слуга побежал домой И рассказал купцу про то, Что слышал на речке. Собрали народ, Пошли на реку, Накинули сети шелковые И вытащили Алёнушку на берег. Сняли камень с шеи, Окунули её в ключевую воду, Одели её в нарядное платье. Алёнушка ожила И стала краше, чем была. А козлёнок от радости Три раза перекинулся через голову И обернулся мальчиком Иванушкой. А ведьму ребята Привязали к лошадиному хвосту И пустили в чисто поле. Ну вот и сказке конец. А кто слушал, молодец. Бим, расскажи, что такое сказка? О-о-о-о! Ну что ж, Расскажу, Но только лишь то, что знаю сам. Я знаю, что сказка Это занимательный рассказ, В котором очень-очень много Поучительных историй. Ух ты, здорово! Конечно. Слово сказка Появилось не так давно, В 17 веке. Да нет, это было очень давно. Нет, до этого употреблялся термин другой. Какой? Байка, басня. То есть, они происходили от слова «бать». А что это обозначает? Бать означает рассказывать. Сказка ложь, да в ней намёк. Добрым молодцам урок. Конечно, сказки бывают разные. И герои в сказках совершенно разные. Добрые, злые. Например, в сказках встречается Злая Баба Яга. Ой, уже страшно. Да, Кощай Бессмертный. Ой. Звери, кстати, в сказке разговаривают чаще всего человеческим голосом. Ну, так, как мы с вами. Именно человеческим. Кстати, ребята, а помните, мы с вами разговаривали о таком художнике, как Васнецов? Между прочим, этот художник проиллюстрировал очень-очень много сюжетов из разных русских народных сказок. Он, между прочим, был очень увлечён русским фольклором. Например, такие его картины, как «Алёнушка». Очень красиво, наверное. «Царевна-лягушка». Это тоже его картина. Здорово. «Царевна-несмеяна». Ой, который плачет, в теории. Да, всё время плачет. Это тоже персонаж русской народной сказки. «Три богатыря». А, я знаю эту картину. Ещё «Ковёр-самолёт». Ух ты! Ну что же, ребята, а наш урок подошёл к концу. Попробуйте нарисовать иллюстрацию к сказке сестрица Алёнушка и братец Иванушка и пришлите нам свои рисунки. Мы их будем с нетерпением ждать и обязательно покажем в наших передачах. Напомню вам наш адрес. 109-029, город Москва, улица Нижегородская, дом 32, корпус 4. Весёлый урок! 109-029, город Москва, улица Нижегородская, дом 32, корпус 4. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...